Боевая игра получилась, скажем так, самое главное то, что с каждой игру я вижу запредельную самоотдачу, то, что требую на поле. И сегодня это видно было, даже Артем Соколов, молодец, не ушел, там подозрение на заднюю поверхность, там надрыв, но он оставался на поле. Это тоже дорогого стоит, потому что там три минуты до конца матча сделали все замены, потому что хотелось, всегда хочется больше выигрывать, поэтому и освежили атаку, и надеялся, что все-таки найдем свои моменты. И в принципе хороший момент был у Ярослава Михайлова, но там вратарь сыграл довольно неплохо, а в целом похвалил парней, то, что это нужно с каждой игрой оставлять, и желание, и самоотдача. Поэтому сегодня более раскрепощенно играли уже в атаку, потому что предыдущий матч с Самарой зажатость какая-то была. Но это в силу того, что достаточно много молодых футболистов, и, наверное, не все справляются с психологией, когда есть какая-то ситуация, то, что нужно там побеждать, или турнирная таблица, это я к примеру. И здесь опыт выходит на первый план, потому что все от головы идет, поэтому сегодня уже лучше. Намного справились, но все равно не все. Поэтому в целом проанализируем и будем готовиться к следующему матчу. Четыре матча осталось в чемпионате, поэтому будем готовиться. Факет сейчас уже на 12-м месте, по ним, наверное, на 14-м таблице, да? Следующий матч как раз с Факетом. Как будете к нему готовить команду, и вообще насколько это опасный соперник сейчас для Парижа? Ну, там на первом плане выйдет бойцовские качества, потому что многие, как бы, такие вещи я там слышал в прессе, что игроки первой лиги, там, в Воронеже. Я всегда говорил, что эта команда, это бойцы, во-первых, они четко понимают, за счет чего они могут сохранить место, и они сейчас это показывают. Это запредельная самоотдача, это нужно больше пробежать соперника, больше выиграть единоборств. Они это из Динамо и сейчас с Ростовом показывают, поэтому здесь на первый план выйдут бойцовские качества, поэтому готовиться. Я, наверное, не буду раскрывать, как мы будем готовиться. Будем анализировать, будем находить слабые места, сильные места у футбольного клуба Воронеж. Поэтому мы каждому сопернику готовимся с большим уважением и ищем, за счет чего мы можем добиться положительного результата, за счет чего мы можем отрицательного. Поэтому пойдет подготовка. Воронеже, когда вы меняли Химусу Иванову, стали ли вы выбирать собой выбор, выпускать Яковлева или Молмарин Санет? Если все-таки стали, то почему вы уйти именно Молмарин? Ну, выбор был, да. Действительно, изначально планировался Яковлев, и потом я поменял свое решение на Ян Сане. Ну, такое бывает у тренера в процессе матча, вот щелкает в голове, что поменять решение. Поэтому надеялся, что, скажем так, я правильно принял решение. Ну, это не значит, что если он не забил или он вышел плохо. Он вышел довольно очень хорошо в том плане, что навязывал борьбу и старался, и это самое главное. Поэтому, ну, не получилось забить. То, что у Сулейманова, да, у него перерывы, я всегда у каждого спрашиваю, насколько он может продолжать матч, на 99 меня не устраивает. На 100% или 100% с чем-то, да, меня устраивает. Поэтому и парням я всегда доношу, если тебе хватает на 20, на 30, на 40, на 60 минут. Это хорошо, но там находиться нельзя. Там нужно, то есть, работать и на максимуме. Поэтому Сулейману я также сказал спасибо большое, то, что он действительно откровенно сказал, что Николаевич немножко задние прихватывает мышцы. Поэтому я говорю, давай 10 минут, он говорит, да, 10 минут, я сейчас выйду и пошли замены. Потому что все-таки там он вышел в Оренбурге, все-таки искусственное поле, переход, ну, они такие есть. У кого-то чуть быстрее переход, у кого-то чуть позже, все-таки это сказывается. Юрий Павлович Семин говорил, что одно очко – это то, что движение вперед. Вот вы, глядя на сегодняшний результат, как оцениваетесь, как это положительно или хотелось бы больше? Это первый минус вопрос. И второй вопрос – сегодня довольны ли вы заменами, а продали ваши ожидания? Спасибо. Ну, то, что мы заработали очко, ну, наверное, все-таки нужно посмотреть уровень футболистов в Екатеринбурге, наверное. И возможности клуба, поэтому здесь это, как говорят, пословица – курочка по зернышку клюет. Поэтому я должен сказать, что доволен результатом. Ну, наверное, лукавить здесь нельзя. Конечно, всегда хочется в домашних матчах, особенно, это, как я человек такой, максималист в жизни. Конечно, хочется довольствоваться максимумом. Но если, как бы, сверху это так случилось, значит, так оно и должно было быть. И второй вопрос какой? По заменам. По заменам, я уже сейчас на флеш-интервью говорил, да, парни вышли, и очень неплохо. И моментами, то есть мы где-то поддавили соперника, и хороший момент в концовке был у Михайлова. И до этого там чуть-чуть не доходил мяч, чуть вправо, чуть влево. Поэтому они усилили правильно, если команда еще и добавила и в атаке. То есть в целом, они знают уже, мы четвертую неделю работаем. Мое отношение именно к тому, что я всегда говорил, я ошибку могу понять и простить, но безволие, хоть это будет 10 минут, хоть это 90 будет, но я и не пойму, и не прощу, потому что, ну, такой человек я по жизни. Спасибо.